Всем привет! Не прошло и трех недель, как TV News снова с вами. Протирайте ваши глазки, чистите ваши ушки, потому что сейчас мы расскажем вам о самом интересном и самом важном в мире музыки и литературы. Вечеринка Love What You Want, организованная порталом thankyou.ru и телекомпанией ВКТ, прошла в клубе Прожектор 14 февраля. День Святого Валентина в Прожекторе «Атмосферу праздника» создавали давние друзья нашего портала, а именно Радио Тишина, Ксена, Алина Оос, What You Know, МКРВ и Солна Ас в сопровождении команды «За близкий поинт». Мероприятие проходило в прямом эфире на thankyou.ru. Однако для тех, кто пропустил трансляцию, мы подготовили специальный фоторепортаж событий, который вы всегда можете посмотреть на нашем сайте. 22 февраля группа Derri Tuzas выступила с концертом на театральной сцене имени Мирхольда. Мелодичный и меланхоличный фолк уже отметил Дмитрий Шевчук, а пикник-афиши вообще теперь трудно представить без музыкальных интерпретаций на стихи Сергея Есенина и Юны Морец. Второй год группа номинируется на музыкальную премию Артемия Троицкого «Степной волк». И, конечно же, пропустить такое было выше наших сил. Так что ждите в ближайшем будущем видео-зарисовки с концерта в театральном центре. Все эстеты, а также поклонники Derri Tuzas останутся довольны. Я вам обещаю. Целый день в компании из «Chine Family». Именно так можно назвать видеоотчет, который мы решили выпустить специально для вас к 8 марта, мои дорогие девушки. 21 февраля поезд на биржной и челны Москва прибыл на Казанский вокзал ровно по расписанию. Операторская группа портала «Thank You» встретила музыкантов на перроне, чтобы всю дорогу общаться с музыкантами и снять для вас по-настоящему интересный репортаж. У вас появится возможность посетить студию Respect Production, выбрать с музыкантами сценические костюмы, а также узнать, о чем же все-таки будет новый клип. Наш десант высадился в Ростове-на-Дону, чтобы стать свидетелем выступления признанного мастера Red Bull Музыкальной Академии Романа Флюгеля. Поскольку Роман Флюгель один из тех, про кого можно смело сказать, что он создает наше музыкальное будущее, наш корреспондент пообщался с ним не только о Red Bull Музыкальной Академии, но и задал ему ряд вопросов. О каких именно, вы сможете узнать, посмотрев наш видеорепортаж. 22 февраля исполнило 70 лет Эдуарду Лимонову, поэту, писателю, политику, бунтарию. В логе Тиуае Эдуарда Вениаминовича поздравили Захар Прилепин, Александр Снегирев, Василий Авченко, Алексей Колобродов и Андрей Рудалев. Рядом с нами жил и живет великий человек. Давайте цените это, написал Захар Прилепин. Известная журналистка и путешественница Жанна Голубицка объездила полсвета. Ее репортажи и книги – это увлекательнейшее путешествие, которое может совершить каждый из вас, листая ее книги. На этот раз читатели портала thankyou.ru Жанна приглашают на Мальдивы, с которых она вернулась на днях. В нашем блоге опубликован эксклюзивный репортаж с фотографией «Воспитание чувств мальдивских» или ссылка для новобрачных. Вы узнаете, кто в этой стране влиятельнее и известнее президента, как проходят стерилизованные свадебные церемонии и почему рискованно проводить медовый месяц на Мальдивах. Портал thankyou.ru и Банк Метрополь начали цикл литературных вечеров, на которых будут знакомить москвичей с современными писателями и книжными новинками. Первая литературная вечеринка состоялась 27 февраля в интерактив-кафе. На вечере пять оценков прекрасного были представлены ведущие писательницы. Марина Степанова, Марина Ахмедова, Алиса Ганиева, Ирина Горюнова и Ульянова. Затем у гостей была прекрасная возможность пообщаться с литераторами за чашечкой чая. Не пропустите анонс следующих мероприятий у нас на сайте. Thankyou заботится о своих читателях. И теперь мы будем помогать вам выбирать книги по вкусу. Мы начали публиковать тематические книжные обзоры. В обзоре, посвященном Дню Защитника Отечества, мы собрали книги о Великой Отечественной, Афганской, Чеченской войнах и других военных конфликтах. А в книжном обзоре о любви – лирическую поэзию, любовные романы, романтические истории, прозу о любви, страсти и разлуке. Не утихают страсти вокруг фестиваля Кубана-2013. На этот раз против фестиваля высказались краснодарские представители партии «Справедливая Россия». Члены партии предлагают проводить на месте рок-фестиваля казачий фестиваль. К счастью, губернатор края Александр Пахачев высказался в поддержку фестиваля. Молодежь нуждается в экстриме, позитивных впечатлениях, особенно хорошей музыке, высказался губернатор края. Отрываться на Кубане-2013 можно целую неделю, с 1 по 7 августа. На фестивале будут Go on Apes, Enter Shikari, Scooter, System of a Down, Bloodhound Gang и многие другие. Вам решать, где встретить август, я уже решила. А тем временем группа «Несчастный случай» начала подготовку к своему большому сольному концерту, который пройдет 8 апреля в театральном зале ММДМ. Программа носит название «Бесконечный апрель». Такое название программа получила благодаря своей дате. Музыканты просто взяли восьмерку и перевернули ее, продлив таким образом самый прекрасный месяц в году до бесконечности. Группа «Ляпис Трубецкой» отправилась в свой новый тур под названием «Ляпис Крю», что переводится с английского как «Команда Ляписов». Тур открылся 1 марта концертом в Казани, после чего ребята посетят Оренбург, Ульянов, Санкт-Петербург, Тамбов и многие другие города. Буквально за несколько дней до начала этого тура закончился другой тур – «Рабкор Лайф». И был бы логичен вопрос – зачем вся эта игра с названиями? А вот зачем. Тур «Ляпис Крю» посвящен фанатам группы. Именно поэтому на своем сайте группа открывает голосование, на котором будут выбраны 10 лучших песен, которые обязательно войдут в программу. Группа «Сансара» стала лауреатом премии портала «Икра ТВ», который учредил лидер группы «Муми Тролль» Илья Логутенко. Церемония вручения состоялась 2 февраля во Владивостокском клубе «Муми Тролль» в «Юзик Бар». По мнению Ильи Логутенко, альбом «Сансара и глаз» стал лучшим русскоязычным релизом в прошедшем году. Несомненно, искренне доволен, заявил лидер группы «Сансара» Александр Гагаря. От лица портала «Тэнки Ру» я искренне поздравляю группу «Сансара» и напоминаю вам, что вы можете по достоинству оценить творчество группы и отблагодарить их на нашем портале. 22 февраля в клубе «Чердак» состоялась долгожданная премьера клипа Андрея Гризли и чемпиона мира по битбоксу Вахтанга на песне «I love you, baby». Песня вошла в саундтрек к фильму «Дублер», в которой снялся Александр Рева. Хочу заметить, что Рева вместе с «Нойзомом Си» приняли участие в съемках самого клипа. Подробный рассказ о презентации вы сможете прочитать в нашем блоге. И не забывайте благодарить артистов на нашем сайте. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал и не забывайте благодарить тех, кто вас вдохновляет. Пока! Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok